Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги! В зале собрались, как я понимаю, самые отчаянные лимфоманиаки и лимфоголики, которые посвятили много времени тому, чтобы что-то попытаться понять в этой теме. И я попытаюсь сегодня осветить некоторые аспекты, которые мне кажутся важными в связи с иммуногистохимической диагностикой лимфомы Ходжкина и неходжкинских лимфом с акцентом на такой всем известный маркер, как CD30. Если задать в ПАБМЕДЕ запрос о CD30 и лимфомах, то появится более 3000 откликов в виде статей, обзоров информационных ресурсов. И в ПАБМЕДЕ не очень много узких сочетаний, которые дают такой массивный отклик, что является иллюстрацией к тому, насколько эта тема интересна, жива и существует долго. Первые отклики, первые результаты стали публиковаться еще с 80-х годов, и поток этих публикаций не уменьшается. Напомню о том, что за молекула CD30, о которой мы будем говорить. Это трансмембранный гликопротеид, являющийся рецептором из большого семейства рецепторов фактора некрозоопухолей. И он при взаимодействии с легандом запускает два каскада. Один из каскадов приводит к усилению пролиферации, другой из каскадов запускает апоптос. Причем, как следует, полностью неизвестно сегодня, какой из каскадов запустится и почему при взаимодействии с легандом. В чем разница? Например, один из каскадов, по-видимому, альтернативный, запускается, когда речь идет о таком виде опухолей, ассоциированных с CD30, как лимфоматоидный популез. Как вы знаете, при этом заболевании очаги опухолевые могут самопроизвольно исчезнуть, оставив только неопухолевые рубцы. По-видимому, в этой ситуации отчасти или в части клеток запускается не пролиферативный каскад, а апоптозный каскад. Это гликопротеид, выявляется в срезах или в других субстратах с помощью двух наиболее популярных антител. Один – это клон Ки-1, он первым появился, его сделали в Килле, в Кильском университете, это их первые эффективно работающие моноклональные антитела. А позднее появилось из Берлина антитела БР-H2, которая сегодня и считается наиболее эффективно работающим и применяется чаще других. Они выявляют разные эпитопы, и поэтому в нормальной лимфоидной ткани эти маркеры работают несколько по-разному. Например, такой внутренний позитивный контроль, как плазматические клетки, можно использовать только, если вы работаете с клоном БР-H2, а не с Ки-1 ни в криостатных, ни в парафиновых срезах. Это важно, если нужно оценить, прошла реакция или не прошла. Давайте мы что-то сделаем. Извините, коллеги. В нормальных тканях экспрессия CD30 обнаруживается не только в лимфоидной ткани в некоторых клетках, в частности, в активированных лимфоидных клетках. Кроме того, ее можно обнаружить и в матке, в головном мозгу, в поджелудочной железе, тонкой кишке и в тимусе. Важным является использование и обнаружение этого маркера или этой молекулы при ряде онкологических заболеваний. В первую очередь речь идет о лимфомах. Но надо помнить, что экспрессия CD30 не ограничивается только одними лимфомами и лимфопролиферативными заболеваниями. Также экспрессия CD30 встречается и при опухолях из тучных клеток, при агрессивном мостоцитозе и при лейкозе из тучных клеток, а также при некоторых раках, в частности, хорошо известная экспрессия при эмбриональном раке, и там этот маркер используется в качестве диагностического, а также при некоторых формах, некоторых видов назофарингеального рака. Кроме того, что этот маркер встречается в разных лимфомах и в разных опухолях, он встречается там с разной частотой. Как, если говорить о случаях, потому что есть случаи, при которых вообще нет экспрессии этого маркера, так и в проценте опухолевых клеток. И есть круг опухолей, где экспрессия CD30 встречается почти в 100% случаях, если мы говорим об опухолевом субстрате. К ним относятся лимфома Ходжкина в первую очередь, анапластическая крупноклеточная лимфома и первый тип Т-клеточной лимфомы, ассоциированный с энтеропатией. В других опухолях вариабельность весьма широкая. И вот обратите внимание, при ангиеммунобластной лимфоме этот маркер может вообще не встречаться, экспрессия этого маркера, или она может встречаться более чем в половине опухолевых клеток, опухолевых Т-лимфоцитов. Тем не менее, да, кроме этого, экспрессия может обнаруживаться и в мезонхимальных опухолях, хотя выборки, на которых исследовали этот маркер, были не очень большими, тем не менее, обнаружилось, что ряд мезонхимальных опухолей экспрессирует CD30 так же, как и лимфомы, о которых мы говорили. Кроме лимфопролиферативных опухолевых заболеваний и кроме солидных опухолей довольно широко представлена клеточная популяция из активированных лимфоидных клеток, экспрессирующих CD30, в аутоиммунных заболеваниях. Встречается, она обнаруживается и в виде растворимого субстрата, в виде растворимой молекулы, также в циркулирующих в крови CD30-позитивных клетках и в биопсийном материале. Здесь не упомянут, но одна из форм аутоиммунного в какой-то степени заболевания, которым можно обозначить РТПХ, реакцию трансплантат против хозяина, также характеризуется тем, что в клетках, участвующих в этой извращенной аутоиммунной агрессивной реакции, также встречаются лимфоциты, экспрессирующие CD30. Несмотря на то, что в некоторых опухолях этот маркер встречается с разной частотой, тем не менее рекомендации НССН, Национальной всеобщей раковой сети, есть рекомендации, которые гласят, что в ряде случаев этот маркер абсолютно необходим для диагноза. И среди них, обратите внимание, ангиоиммунобластная лимфома. Если вернуться мысленно к таблице, которую я показывал о частоте экспрессии, обнаруживается, что в ряде случаев этой экспрессии там нет вообще. Тем не менее, в рекомендациях НССН использование этого маркера относится к необходимым. Поэтому относиться к тому, есть ли в отчете о проведенном иммуногистохимическом исследовании CD30, когда вы видите диагноз ангиоиммунобластной лимфомы, нужно с пониманием того, что в некоторых случаях использование этого маркера, хотя и обозначено как необходимое, но к диагнозу не добавляет ничего, чтобы его подтверждало или опровергало. Если мы говорим о диагностической ценности некого маркера, нам надо ориентироваться на то, как правильно он работает. Если мы в препаратах каким-то образом обнаружим экспрессию CD30 в ядрах, то это должно вызвать огромное удивление и недоумение, и скорее отрицание, чем признание того, что данный феномен имеет какое-то диагностическое значение. Очень важно оценить не только сам факт наличия экспрессии, а важно изучить и оценить субклеточную локализацию хромогена, который свидетельствует о том, что эта молекула находится именно в этих клеточных структурах. И в подавляющем большинстве случаев специфическим считать следует мембранное окрашивание и окрашивание зоны Гольджи в цитоплазме, где, собственно, эта молекула синтезируется, гликозилируется и потом направляется на мембрану, где встраивается и становится трансмембранным рецептором. Только в цитоплазматических клетках экспрессия полностью цитоплазматическая, и мы нередко используем плазматические клетки, которые, ну, 1, 2, 3, 5 встречаются в любой ткани, мы используем наличие этого сигнала как признак того, что антителак CD30 работают в нашем конкретном препарате правильно. В последнее время появились предложения оценивать наличие экспрессии не только качественно, но и придавать этому феномену количественную или полуколичественную оценку. И было предложено оценивать экспрессию CD30 для каких-то целей по баллам, придавая каждому баллу определенное значение, определенную долю позитивных клеток среди опухолевой популяции. Для подтверждения того, что имеет значение, была проделана довольно большая работа, она была показана в очень приличном высокорейтинговом журнале, где исследовалась экспрессия матричной РНК в опухолевой ткани, которая прямо коррелирует с тем, сколько должно, сколько будет молекул CD30 в этой ткани. И сравнивали это с разными видами объектов, вычисляя этот самый скор. И вот, да, при этом был сделан вывод, что корреляция между иммуногистохимическим полуколичественным методом оценки и экспрессией матричной РНК, она обнаружила высокий коэффициент корреляции. Но, если посмотреть внимательно на частности, даже не вчитываясь в статью, обнаружится, что экспрессия матричной РНК имеет явно бимодальное распределение. И перелом, вот когда много и мало, приходится на некий скор 2,6. Не бывает в этой таблице скора 2,6. Это первое. Второе. В природе природа не знает, что клетки бывают 5%, 10%, 20%, дюжина или две дюжины. Деление некого полуколичественного метода на десятки, пятерки и дюжины свидетельствует о том, что пороги выбраны искусственно. И на самом деле сейчас было бы важно считать не 0,1,2,3,4 балла, а считать истинное количество позитивных клеток и сравнивать это, например, с результатами терапии или с исходами заболевания, а потом выяснить, где находится вот тот перелом с помощью рок-анализа, так называемого, который позволяет сказать, вот до такого-то количества это имеет прогностическое значение, меньше такого-то количества не имеет. Поэтому с моей точки зрения использование скора в такой форме сейчас особенно большой информации для принятия каких-либо терапевтических, клинических решений не принесет, поскольку явно видна его искусственность с точки зрения предложенной градации. Хотя на самом деле, как вы видите, некая разница существует в этой экспрессии. Поскольку я морфолог, позволю от букв перейти к изображениям для того, чтобы проиллюстрировать, что же, собственно, мы рассматриваем и о чем говорим. Я использовал здесь латинские англоязычные аббревиатуры, потому что некоторый русский язык более пространный, и некоторые аббревиатуры, там, скажем, лимфома высокой степени злокачественности промежуточная между тем и этим и тем, аббревиатура получается совершенно неудобоваримой. А классическая лимфома Ходжкина, классикл Ходжкин-лимфома, будет понятно всем. Ну, надо сказать, что такая картинка позволяет поставить диагноз вообще без всякой иммуногистохимии. И раньше, до недавнего времени, классическая лимфома Ходжкина и плазмоклеточная мелома, так же, как и фолликулярная лимфома, считались патологическими процессами, которые условно не нуждаются в иммуногистохимическом подтверждении. Сегодня мы считаем правильным, чтобы каждый диагноз верифицировался в гематопатологии с помощью иммуногистохимического метода. И надо сказать, что даже в некоторых случаях, когда мы видим картинки очень убедительные с точки зрения диагноза лимфомы Ходжкина, мы потом обнаруживаем сюрпризы, которые показывают, показывают, что всё-таки этот метод повышает и чувствительность, и специфичность диагностики. В данной ситуации CD30 экспрессируется на мембране и в зоне Годжи опухолевых клеток, которые гетерогенно экспрессируют, вот в этой клетке нет экспрессии, в этой она интенсивная, CD20, и слабо экспрессируют на ядрах CD5. Вот сочетание этих трёх маркёров вполне достаточно для подтверждения диагноза классической лимфомы Ходжкина с очень высокой точностью, если под точностью понимать сочетание чувствительности и специфичности. А вот так выглядит другая опухолька, относящаяся к группе стопроцентно экспрессирующих CD30. Это АЛК-позитивная анапластическая крупноклеточная лимфома, где АЛК экспрессируется, этот химерный белок в норме, не синтезируемый в организме, он экспрессируется в цитоплазме. CD30 также на всех опухолевых клетках на мембране и в зоне Годжи. Перфорин, как цитотоксическая молекула, подтверждает диагноз того, что это анапластическая крупноклеточная лимфома. АЛК-негативная лимфома имеет очень сходную морфологию, но в отличие от предыдущего вида опухолей не экспрессирует АЛК, поэтому я даже не фотографировал этот слайд. Она не демонстрирует экспрессии пантоклеточного маркера, пантбеклеточного маркера, но также экспрессирует цитотоксические молекулы. Важным признаком является распространение этой опухоли по синусам лимфатического узла, что характерно именно для анапластических крупноклеточных лимфом. Это пример Т-клеточной лимфомы с иммунофенотипом периферических Т-лимфоцитов, так называемой неуточненной. Здесь не очень хороший проектор, который сгладил цвета, они все стали такими ближе к серому, с моей точки зрения. На самом деле цитоплазма этой клетки, которая удовлетворяет в общем всем дефинициям клетки Березовского-Штенберга или Штенберга-Березовского, РИД Березовского-Штенберга, тем не менее, в ней очень яркая базофильная цитоплазма, чего не бывает в настоящих клетках Ходжкина и Штенберга-РИД. Это окраска Азура и Азином, которая позволяет выявить экспрессию. Тем не менее, в этих исходных клетках экспрессируется CD30, и также есть субпопуляция мелких или среднего размера лимфоидных опухолевых клеток, которые тоже экспрессируют CD30. Стальные маркеры, которые я здесь не привожу, дали нам возможность поставить диагноз Т-клеточной лимфомы, исключив диагноз классической лимфомы Ходжкина. Диффузные крупноклеточные лимфомы – это вариант с нон-GCB, который демонстрирует тотальную экспрессию CD20, довольно характерную морфологию, и экспрессию CD30 на значительной части опухолевых клеток. медиастинальные крупноклеточные лимфомы также характеризуются и нередко сопровождаются весьма значительной экспрессией CD30, что в части случаев приводит к сложностям в дифференциальной диагностике классической лимфомы Ходжкина и медиастинальной крупноклеточной лимфомы. Здесь этих проблем нет, хотя, обратите внимание, опухолевые клетки, несмотря на то, что они экспрессируют CD20, интенсивно PAX, 38 и 23, не экспрессируют CD45, так как это было бы, например, при классической лимфоме Ходжкина с экспрессией CD30. ABV-позитивные диффузные крупноклеточные лимфомы, которые раньше назывались диффузными крупноклеточными лимфомами пожилых, также характеризуются экспрессией CD30. Экспрессия, здесь реакция хромогенной гибридизации инситу с генетическим материалом вируса Эпштейна-Бар. А вот пример полиморф посттранслационного лимфопролиферативного заболевания и БВ ассоциированного у подростка, перенесшего аллогенную трансплантацию костного мозга. И полиморфноклеточная, типичная, по-видимому, уже опухолевая пролиферация больших Б-лимфоцитов демонстрирует яркую почти тотальную экспрессию CD30. Все эти картинки, и вот, да, а это заболевание, это инфекционный мононуклеоз, это заболевание, которое, главным осложнением которого считается биопсия лимфатического узла. То есть, если при инфекционном мононуклеозе умудрились сделать биопсию лимфатического узла или миндалины, то вероятность пациенту получить диагноз лимфомы очень высока, несмотря на то, что это острый инфекционный процесс. Поэтому в ряде случаев надо взять себя в руки и при соответствующей картине и анамнезе, и клинике не умудриться поставить диагноз опухоли в той ситуации, когда процесс саморазрешится через короткое время. Все эти картинки, еще одна саркома из фолликулярных дендритических клеток неожиданно для нас оказалась экспрессировать CD30. А вот эмбриональный рак, и эти картинки свидетельствуют о том, что диагностическое значение собственной молекулы CD30 условно и рассматриваться должно строго в контексте как клиническом, так и морфологическом. Клиника имеет непреложное значение всегда. Морфология CD30 позитивных клеток должна быть очень точно оценена и нужно понять, в каком тканевом окружении находятся эти клетки, а также нужно озаботиться внимательным исследованием того, какие еще иммуногистохимические и иммунологические маркеры экспрессируются на позитивных клетках. Это делается лучше всего с помощью проточной цитофотометрии, а в гистологических препаратах с помощью топографического сравнения и поиска атипичных клеток. все было бы хорошо, если бы все было безоблачно и гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Но все мы знаем, я имею в виду морфологов, о том, что биопсийный материал, который к нам приходит, очень часто оказывается далеким от идеала. Он бывает маленького размера. Сейчас хирурги-онкологи помешались в плохом смысле этого слова на трепан-биопсиях периферических лимфатических узлов, когда нам присылают вот эти тоненькие ниточки, в которых там что-то есть, но нам надо сказать, что. А опухоли лимфатических узлов, что метастазы, что лимфомы гетерогенные, и можно попасть совсем не туда, куда бы хотелось. При биопсии лимфатических узлов их мнут, давят, и они превращаются в мешок из фарша клеток, я это так называю. Ткань может быть некротизирована. Нарушаются правила фиксации. Холодовая ишемия – это когда лимфатический узел изъяли, положили на салфеточку куда-то в лоточек на подоконник, и дальше занимаются больным. А санитарка тетя Клава в это время занята другим и не думает, что надо куда-то что-то нести. За это время пока к нам попадает нефиксированный лимфатический узел, он весьма сильно меняется по своим гистологическим свойствам, так и по свойствам экспрессии антител, и это тоже создает свои непредсказуемые артефакты. жидкости для фиксации бывают весьма экзотическими. В нашей практике лимфатический узел был помещен в нашатырно-анисовые капли, о чем мы узнали, открыв флакончик, потому что запах аниса и нашатыря ни с чем перепутать было невозможно. Но объяснений никаких получить невозможно. И часто, практически всегда, жидкости наливают недостаточно. Для того, чтобы понять, сколько надо, хирургам надо в операционную дать табличку. Надо попросить своих детей или внуков вспомнить геометрию и сосчитать объем шара и спросить, вот 2 см в диаметре это какой объем шара? Вам ответят по соответствующей формуле, ее надо умножить на 20 и выяснится, что для 2 см лимфатического узла нужно иметь, если мы говорим о 20-кратном объеме жидкости, не менее стакана, то есть 200 мл фиксатора. Вам кто-нибудь в стакане по объему приносит лимфатический узел такого размера? А недостаточная фиксация приводит к лизису тканей внутри и мешает проведению реакции. Есть другая проблема, она связана с избыточной фиксацией, когда материал слишком долго лежит в материале в фиксаторе и потом его невозможно исследовать, имея в виду, что раскрыть антиген как следует не удается стандартными методами. Ну и кроме того, у нас в России есть какая-то такая веселая забава, это заливка в перегретый формалин. Мне это напоминает вообще жарение во фритюре. Я в одном уважаемом республиканском диспансере присутствовал при приготовлении таких шкварок, когда стояла кастрюля на электроплите, из нее валил дым, в ней был этот парафин, а когда дымит парафин, это градусов 250 как минимум, и туда бросали эти кусочки для заливки, они с шипением, но вот фри-фрай, как картошку, готовят во фритюре, точно так же заливались эти материалы. После этого материал становится жестким, он черный, его невозможно порезать, и я вижу некоторые коллеги с пониманием кивают, потому что видят это у себя на предметном столике микроскопа, эти последствия. Кроме того, сама иммуногистохимия, как сложный диагностический тест, несет свои сложности, свои овраги. Неправильно выбираются контроли, вообще иногда игнорируется необходимость наличия контролей, подбор панели довольно сложно составляется, и не всегда логичен, и правилен. Оцениваются результаты реакции неадекватно, неверно, и универсальная проблема – это использование просроченных реагентов, но в нашей действительности практически невозможно обойтись, я говорю крамолу, и меня не слышат представители Росдрафнадзора, если они есть, но в каждой лаборатории по неволе оказываются реагенты с истекшим сроком годности, потому что фирмы-поставщики сейчас производят реактивы с очень коротким сроком годности, которые невозможно использовать вовремя, а выливать реактивы стоимостью 30, 40, 50, а есть некоторые стоят под 100 тысяч рублей, например, маркер для мегакариоцитов нас оглушил своей стоимостью, я просто когда увидел запрос котировок, я не имел от стоимости этого маркера, тем не менее, им приходится пользоваться, несмотря на то, что срок часы как бы закончились, антитела работают, мы ими пользуемся, тем не менее, они иногда непредсказуемо перестают работать, антитела, мы знаем, что даже годные, с годными сроками годности антитела иногда просто сдыхают, как это называется. Негодное оборудование для пробоподготовки, как правило, речь идет об раскрытии антигенов, выдерживать температурные режимы бывает не очень просто, а если оборудование некачественное, то и контролировать этот процесс практически невозможно. Для того, чтобы все было хорошо, проходили контроли качества у Нордик. Обратите внимание, с увеличением количества лабораторий результаты скорее ухудшались. Это значит, что подсоединялись лаборатории по-видимому со слабым контролем качества внутри себя. Несмотря на все то, что сказано, бывают случаи, когда в принципе невозможно провести адекватную диагностику иммуногистохимическую. Это классическая лимфома Ходжкина, где нам удалось добиться экспрессии в некоторых плазматических клетках, но опухолевые не экспрессировали ничего. Другой пример это биопсия средостение, где мы нутром чувствовали, что это лимфома Ходжкина, и получили вот такие результаты экспрессии маркеров. В таких ситуациях решение принимается экспертным в кавычках способом. Это называется арбитр на английском языке, а по-русски это называется деспотический метод принятия решений. А клиницисты говорят, мы другого материала не можем добыть, это тяжелый больной, средостение, вот располагайте чем есть. Для клиницистов важно, что когда они читают наше заключение, они там должны находить результаты всех реакций, которые были описаны, причем описанные эти реакции должны быть не плюс плюс минус, а с конкретным указанием, где что экспрессируется. Здесь я пытаюсь перечислить на мой взгляд главные причины дефектов, некоторые я вижу в хирургической технике, некоторые в нашей внутренней работе в лабораториях, и в качестве пути решения проблемы необходимо расширять вопросы, связанные с развитием систем контроля качества, поможет нам телепатология или нет, я не знаю, поскольку еще нормативных документов нет, и они не скоро будут, надо расширять референтную диагностику и искать для этого ресурсы, необходимы регистры больных, которые были бы с верифицированными диагнозами, это немного позволит подтянуть качество диагностики. Я хочу поблагодарить тех, кто помогал мне с созданием этой презентации и поблагодарить вас за внимание. Спасибо, Юрий Александрович. Вопросы, пожалуйста. Александр, два вопроса. Первый вопрос. Если у вас не помнишь, если того, не выставили, не называли никаких вопросов, вы иногда позволяете себе не делать моногистохимию? Нет, не позволяем. Ситуация такая, нам могут принести стекло на пересмотр и сказать, денег на моногистохимию нет, а больной не входит по каким-то причинам, скажем, он иногородний и не включен в нашу систему ОМС. Мы пишем диагноз в сослагательном наклонении, наиболее вероятно. Если нам все-таки позволено делать моногистохимию, то мы делаем очень экономную панель CD3, 20, 30 и ПАКС-5. Это в подавляющем большинстве. И второй вопрос. Что значит избыточная фиксация для лимфоузлов? Это больше 48 часов? Да. Когда присылают, например, материал из другого города, он долго и печально едет с помощью нашей почты к нам. Это бывает даже значительно дольше, чем 48 часов. Потом еще материал могут неправильно приготовить в операционной. Нельзя доверять тому той жидкости, которая находится в банках в операционной. Вы должны выдавать в операционной свой формалин и небольшими порциями, чтобы он там не портился, не залеживался. Спасибо. Спасибо. Еще один вопрос, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. Вопрос такой больше практический. Очень часто клиницисты задают вопрос по поводу поражения, допустим, лимфомы Ходжкина костного мозга. И вопрос следующий. Можно ли использовать иммуногистохимический метод, прежде всего, допустим, тот же самый CD30, для диагностики именно поражения костного мозга лимфомы Ходжкина? Или вообще иммуногистохимический метод здесь просто не применим, пока мы не найдем там глазом клетку? Вот. Такая дилемма. Им нужно знать, а мы должны что-то ответить. Поражение... Читайте. Ситуация выглядит следующим образом. Поражение лимфомы Ходжкина костного мозга так, чтобы вы видели только миелоидную ткань и никакого реактивно-воспалительного фона в виде очагов поражения это практически невозможно. Это всегда некие очаги фиброзной ткани, в которых есть весь тот набор, который сопровождает опухолевые клетки. Там будут и плазмоциты, и гистиоциты, и зенофильный гранулоцит, которые и так есть в миелоидной ткани. Тем не менее, вы видите там архитектурный беспорядок. Среди него вы должны обнаружить клетки, которые вы называете атипичными. Если они имеют классическую структуру клеток Березовского Штенберга, не Ходжкина, Березовского Штенберга, а надо внимательно почитать определение. Это не менее двух ядер или двух долей, не менее двух ядрышек в разных долях и так далее. Вот если этот критерий выполнен, и вы совершенно точно знаете, что у больного в лимфоузле была классическая лимфома Ходжкина не из выписки по истории болезни, а по своим собственным препаратам, вы можете констатировать поражение костного мозга классической лимфомой Ходжкина. Вообще-то неплохо было бы при этом налить на препарат CD30, он там сработает. Если вы видите очаги поражения, и там есть и типичные клетки, которые не соответствуют критериям клеток Березовского Штенберга, вы должны сделать иммуногистохимическую панель, которая бы включала как минимум CD30 и ПАКС-5. Если вы не видите никаких опухолевых клеток, вы должны срезать препарат до доски, что называется, и проделывать там иммуногистохимические исследования, пока вы не найдете опухолевые клетки. Если вы их все равно не нашли, тогда надо повторять биопсию костного мозга, если у больного не четвертая стадия. Если она четвертая, то это никакого клинического значения не имеет. Спасибо большое. Еще вопросы есть у кого-нибудь? Спасибо, Вячеслав Ильич. Спасибо. Спасибо.